620 запорожцев живут с меланомой. Такие данные озвучили местные медики. По их подсчетам, с каждым годом печальная статистика растет. В преддверии дня борьбы с этим онкозаболеванием специалисты рассказали, как обезопасить себя от злокачественных образований и что делать, если меланому все-таки диагностировали. Подробности в сюжете Марины Титовой. Королева опухолей. Так врачи называют меланому. Говорят, это одно из самых опасных онкозаболеваний. Среди основных причин его появления – избыток ультрафиолета и наследственность. Специалисты рассказывают, как правило, меланома развивается из родинки, но может возникнуть и на здоровой коже. При этом диагностировать недуг можно самостоятельно. Осматривать себя ежемесячно с помощью двух зеркал. И обращать внимание на следующее. Появилось новое пигментное образование. Раз. Какие границы? Если размытые, нечеткие границы, это должно насторожить два. Третье. Это должна быть крупная родинка, больше диаметра карандаша, 6 мм и более. Следующее. Цвет. Цвет неравномерный. И общая картина. Все родинки должны выглядеть в одном стиле. Мы осматриваем всех пациентов, и взрослых, и детей, оцениваем те новообразования на коже, которые мы видим глазом. Если есть какие-то вопросы к данному образованию, если есть какие-то сомнения по поводу того или иного образования на коже, то такие пациенты уже целенаправленно направляются для более детального изучения этого образования с помощью такого метода, как дерматоскопия. Медики говорят, лечение меланомы зависит от степени опухоли. Если образование на коже требует немедленного вмешательства, пациента направляют в онкологический диспансер. В остальных случаях он наблюдается у врача. Чем раньше человек приходит к онкологу, тем у него больше шансов остаться в живых. Например, при меланоме менее 1 мм, 5-10-летняя выживаемость будет более 90%. Если же меланома более 1 мм толщиной, тогда шансы на жизнь у пациента, к сожалению, в значительной степени уменьшаются. В день борьбы с меланомой, который в этом году приходится на 22 апреля, каждый желающий сможет пройти бесплатное обследование в онкологическом диспансере и получить консультацию у медиков. Продолжение следует...